здравствуйте друзья мои с вами опять садрегин и сегодня я хочу вам в этом видео рассказать о некоторых преимуществах того способа которым я пользуюсь я предыдущих своих видео в процессе написания картин я так вот затрагивал вскользь но не говорил конкретно о каждом преимуществе а сегодня я хочу на это остановиться конкретно чтобы не забыть я здесь все расписал и буду немного заглядывать сюда чтобы не пропустить один из пунктов способа которыми пользуюсь живописи они могут быть полезны как и опытным художником так и для начинающих как я уже говорил я пишу стал в последнее время писать особенно большие картины на холсте без натягивания на подрамник у меня картины размером 16 на 20 таких холстов у меня очень много готовых натянутых на подрамник а вот на большие картины я привез метражный холст и отрезаю тот размер который мне нужен я в основном пишу на размере 20 инч на 30 инч это где-то 51 на 76 в сантиметрах и каковы преимущества написания картин на холстах без натягивания на подрамник вот я сейчас на этом хочу остановиться и в конце показать конечный результат как может выглядеть это эти мои говорится методы письма изготовления картин и так первое преимущество писать картины без натягивания холста на подрамник это не нужно покупать или или самому делать подрамник покупать не нужно и делать не нужно он не нужен подрамник не нужен в принципе второе преимущество мало места занимает при хранении и транспортировке потому что готовую картину просушенную можно аккуратно свернуть в рулон и он легкий и очень мало места занимает но если конечно у вас есть хорошая студия вы можете все картины развесить что все было на показ или них аккуратно там повесить такими галереях складах хранят они вот таким образом можно даже дома тоже их хранить третье преимущество это легкие в весе надежные от повреждений и дешевле при почтовой перевозке заметьте при почтовой перевозке он будет легок в весе будет значит также надежен от повреждений почему потому что в рулон вы все вернете положите в такую тонкостенную трубку подходящую которую используют в вентиляции и отправлять он не не раздавится не помнется будет очень положите в коробочку эту трубку с рулоном холста и отправлять можете и будет намного дешевле потому что он в весе легок расходы на изготовление всего этого дешевле четвертое преимущество всегда можно натянуть на подрамник если допустим хотите натянуть на подрамник то всегда вы можете готовую картину этот холст с картиной натянуть на подрамник пятое преимущество можно поместить красивую рамку и без натягивания на подрамник если у вас есть красивый фрейм вы на нее можете разместить совершенно без натягивания на подрамник что я сегодня и покажу вам и самым основным преимуществом является экономия времени экономия времени на поиск на поездку на поиск подрамника на покупку там или на самое на изготовление самим потом процесс натягивания холста на подрамник это все занимает определенное время а так вы взяли отрезали кусок соответствующий кусок метражного холста обвернули на двп зажали зажимами оплеили скотчу и пишите здесь единственное надо к этому приноровиться приобрести определенные навыки конечно на холсте натянутом на подрамник всегда писать приятно потому что и кисть по ней хорошо идет особенно мастихин он хорошо амортизирует чем на подрамнике чем на холсте который обернут на двп там такой амортизации нет но к этому можно приловчиться можно к этому привыкнуть приобрести определенные навыки и так я привел вам 6 основных преимуществ возможно есть еще какие-то которые я упустил но вот эти основные 6 преимуществ которые вы можете воспользоваться при написании своих картин и так конечный результат как я размещаю эту картину на готовый фрейм можете смотреть в продолжение следующее что я хочу проделать я хочу эту картину поместить вот в такую прекрасную рамку у меня есть такой фрейм в нее я хочу поместить для этого я снял с обратной стороны вот эту вот панель и на эту панель хочу я обвернуть картину и вставить в эту рамку приобрести эту картину, дело с большей отраженой, но я хочу это сделать в эту картину и вытащить в эту картину чтобы я себя передаст, чтобы я была завершена камерными, так и не знаю, как я снялась в этой картине и так, чтобы я не сделал вам что мягкая Contemporary альфона, как они убили? здесь все способные оценок, в этом я лету есть decade за 40, 20 до 50, 31 минут у меня в состава это фрейм, когда тамело им bacterит, как они фрейм, как они у нас, хорошие или сухие??? И будем заворачивать теперь. Воспользуемся скотчем. Теперь можно воспользоваться зажимами. Воспользуемся скотчем. Воспользуемся скотчем. Здесь закрепляем скотч. Воспользуемся скотчем. 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 Оцените. Как? Мне нравится. А вам? Напишите в комментариях. На этом все. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.